В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Пожар унял жизни трех человек в пятиэтажке на Марсельской. Местные жители почувствовали запах дыма в два часа ночи, но как сообщили в областной ГСЧС, сообщение о пожаре поступило только в пол пятого утра. Выяснилось, что загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. Пожарным понадобилось всего полчаса, чтобы справиться с возгоранием. Но, увы, спасатели обнаружили в квартире тела двух женщин – 30-60 лет и 33-летнего мужчины. По всей видимости, они задохнулись в дыму. Они пытались, наверное, выбить двери, чтобы выбраться оттуда. Они, походу, надышали дымом и упали в обморок. И вот так вот и произошло. Ну, вот у нас просто вся парадная была в дыму, все квартиры были в дыму, потому что вообще дышать не было, чем возможно. Задымление расповсюдуется на верхней поверхности. И, враховывая то, что люди в ночной час все отдыхают и не могут вчасно реагировать, вызвать на помощь и провести эвакуацию. Потому что темная пора добы, высокое задымление, температура, люди теряются и выникает паника. Вероятно, причины пожара называется неосторожное обращение с огнем. На столе нашли окурки. По словам соседей, в сгоревшей квартире жила пожилая мать с сыном и невесткой. Это все началось вообще в 2 часа ночи. Я услышала какой-то запах. У нас было окно на проветривании открыто. И там, как сказать, я думала, может быть, пластик какой-то палит или что-то такое. Бывает такое иногда ночью. Как квартира горит? Это не такой запах. Ну, все равно. В итоге я потом заснула, где-то минут 40 прошло. Мама забегает в комнату, кричит, пожар, пожар, просыпайтесь. Мы выбежали и все. Говорят, когда разбили огнотом, окурок был на столе. То есть, курили? Наверное, курили. Оставили, загорелась. Новая неделя началась с разборок. На вокзале таксист принял заказ от другого водителя. Водителя с просьбой помочь запустить двигатель из засевшего аккумулятора. Но вместо благодарности получил по голове. Что произошло сегодня утром, подробнее расскажет Дмитрий Богомолов. Утренний скандал прямо на привокзальной площади. Удар тяжелым автомобильным прикуривателем по голове закончился для таксиста сотрясением мозга. А неадекватного водителя Евробляхера отпустили из полиции, только лишь получив пояснение. Я принял заказ. Человек, ноль заказов у него по программе. Ему нужно было предкурить автомобиль. Я очень долго не мог понять, где он находится, потому что он не мог внятно объяснить, где он находится. Когда я подъехал к нему, он вышел сразу агрессивно, настроенный ко мне. Начал, ну так себя, неадекватно вести. Я его попросил, ну, видя, что он неадекватный человек. Говорю, вы рассчитайтесь, пожалуйста, со мной заранее, потому что что-то у меня возникает сомнение в вашей платежеспособности. Он выхватил эти провода. Я понимаю, что, ну, разговор здесь не ладится, поэтому нужно взять камеру и записать все это на видео, потому что, ну, человек реально в состоянии неадекватном. Я пошел в машину, взял камеру. Когда я подошел к нему, он просто размахнулся и ударил меня проводами этими по голове. Вот. Там четыре таких набалдашника металлических. Это, ну, такой приличный удар. Провода. Мое время ух... Мое время ух... Мое время ух... Мое время ух... Полиция! Алло! Полиция! 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 Только что вот, я только что пи***ил этот штрих вот сюда проводами. В РВД этот человек себя вел достаточно вызывающе. Он говорил, что там, ну, со мной, естественно, разделается, что ему закон не писан, что у него здесь все концы, и что все у него будет хорошо, и тут переживать вообще не за что. Вот. Ну, он там ходил как свой. Ну, знаете, такое пренебрежительное отношение, крайняя степень. Ну, то есть, к нему взяли пояснение и отпустили его, да? Да, да. Его просто... Он написал что-то. Он даже не может писать по-русски, потому что он не русской национальности. Писала за него его дама, которая присутствовала рядом. Она писала, что я ее хотел изнасиловать, а он меня защищал. Его просто отпустили, и все. Как результат, у Федора гематома на голове и синяки в районе правого виска и затылка. В полиции. Его направили на суд, медэкспертизу, ее заключение будет позже. В полиции мне стало плохо, и полиция вызвала скорую помощь. Приехали ребята со скорой помощью, и этот пара медиа говорит, что тебе надо в больницу на томограмму мозга. Ну, по пути мне стало плохо, он там сделал мне какие-то уколы, и когда мы уже приехали, там сделали обследование томограммы головы. Какое заключение? Заключение, что это сотрясение или что-то такое. Они сказали, что мне нужна консультация у невролога, и дальнейшее будет определять, что делать сам невролог, потому что они всего лишь делают обследование. И дали мне заключение, что мне нужно проходить эту консультацию у невролога. Ну, сегодня я уже туда поеду вечером и буду там дальше разбираться с самим неврологом, что он мне скажет. По словам пострадавшего, в полиции открыли дело по статье «Мелкое хулиганство». Удастся ли найти агрессивного евробляхера? Мы будем следить за ситуацией. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Дома с Вадурова, где 4 декабря произошла трагедия, планируют передать на баланс Одесской обл. администрации, чтобы поскорее найти деньги на его консервацию. Сейчас дом находится на балансе Министерства образования. Специалисты строительной академии уже визуально осмотрели уцелевшие конструкции и считают, что угрозы обрушения нет. Поэтому движение по Троицкой можно открыть в самое ближайшее время. Однако письменных выводов нет, поскольку технический осмотр не проводили. Консервация сгоревшего здания предусматривает установление временной крыши и специальных маячков, благодаря которым можно будет следить за трещинами. На сегодняшний день, согласно распоряжению Кабмина номер 1412 от 11.12.2019 года, идет процедура передачи этого здания Одесской обл. администрации, для того, чтобы она смогла выполнить мероприятие по разработке проектной документации, консервации и дальнейшей эксплуатации этого здания. После недельного карантина в одесских школах уровень заболеваемости гриппом начал снижаться. В начале прошлой недели на лечении в Одесской инфекционке находились 107 человек, в том числе 85 несовершеннолетних. Сейчас лечение проходит 94 человека, из них 81 ребенок. За последние сутки были госпитализированы 30 пациентов, включая 19 детей. При этом раннее количество госпитализированных доходило до 38 человек в сутки. Также в одесских поликлиниках бесплатно раздают маски посетителям с признаками вирусных заболеваний. А в больницах временно приостановлена плановая госпитализация, чтобы уберечь одесситов от возможного заражения. Мы уже видим тенденцию к снижению заболеваемости, в частности среди детей. Это связано с тем, что 27 января, вы все знаете, решением городской ТБЧС было принято решение о прекращении занятий в школах. Дети разобещены, естественно, это ожидаемый результат снижения заболеваемости. За прошлую неделю, я уже говорила и повторюсь, случаев, подтвержденных заражением коронавирусом на территории города, вирусологически не зарегистрировано. Все стационары города работают в эпидрежиме ограничения посещений, усиленном санэпидрежиме. В порту Черноморска, бывшего Ильичевска, произошла авария. При погрузке в железнодорожный состав перегружатель, наполненный серой, сорвался с транспортной линии и рухнул вниз. Как сообщили на фейсбук-странице, первого терминала порта устройство не выдержало нагрузки. У конструкции сломались стенки. В последствии авария рассыпаны на территории терминала опасный химикат и поврежденный железнодорожный состав. К счастью, никто в происшествии не пострадал. И стоп незаконной стройки в Одессе. Одесские чиновники решили показать свою принципиальную позицию, обратившись лично к президенту Украины. Мэрия попросит Владимира Зеленского помочь городу получить право моратория на застройку. Запрет якобы позволит местной власти останавливать незаконное строительство. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что само понятие моратория на строительство в городах в законодательстве отсутствует. Поэтому мэрия никак не может прибегать к указанной мере. А все требования различных активистов остановить те или иные работы беспочвены. Меня спросили, вы за мораторию? Я бы сказал, конечно, за. Следующий вопрос. А почему вы не вводите мораторию? Ответ очень простой. Потому что мы хотим принимать такие решения, которые будут эффективными и, самое главное, выполнимыми в законодательном поле. А принимать декларативные заявления и объявлять мораторию, которые никак не соответствуют законодательству Украины, это просто посмешить тех людей, которые как строили, так и будут строить. И никакой мораторий Одесского городского совета их не остановит. Больницы, детские сады, школы юного творчества, восстановление исторического центра и строительство жилых домов для очередников. Городская комиссия по вопросам планирования застройки территории, дизайна и архитектуры на своем очередном заседании утвердила проект, разработанный Управлением капстроительства. На работы депутатам на ближайшей сессии предложат выделить 3,5 миллиарда гривен. Программа предположительно будет реализовываться 4 года. Это строительство двух новых жилых домов, которые, не скажу, что решат полностью, но порядка 118 семей очередников, которые стоят на квартирной очереди. Это и многодетные, и ветераны, и ветераны АТО, и другие льготные категории граждан смогут получить квартиры согласно квартирной очереди, на которой они находятся. Я очень надеюсь, что за 2-3 года мы этот вопрос закроем на 100% и 118 семей смогут получить новое жилье согласно очереди. В ближайшей перспективе интернатов в Украине, в частности в Одесской области, должно стать меньше. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. Наш регион занимает первое место по количеству этих учреждений – более 40. По планам правительства, государство будет материально стимулировать граждан развивать институты приемных семей и детских домов семейного типа. За каждого усыновленного ребенка теперь будут платить на 1400 гривен в месяц больше. За ребенка с инвалидностью на 3500 больше. Сейчас государство выплачивает по 5000. Мы все больше обратили внимание на развитие приемных семей и детских домов семейного типа. Что такое приемная семья? Это до 4 приемных детей. И детский дом семейного типа – это семья, которая может взять до 10 приемных детей. И мы решили, что хоть как-то стимулировать развитие таких семей, мы увеличили выплаты. Например, на 1000, 100, 400 в зависимости от века детей, мы увеличили выплату в приемных семьях и детских домов семейного типа на каждую дитину. То есть, беря семью и семья, семья получает уже увеличенную выплату. На замечания журналистов о том, что доплата незначительная, Юлия Соколовская парировала. Для небольших городов, райцентров и полторы тысячи гривен, говорит, это существенная помощь. Впрочем, именно в таких регионах есть потенциальная угроза невыполнения правительственных планов. Во вновь созданных ОТГ нет отделов, которые занимались бы делами детей. Амбициозную программу министерства, соцполитики просто некому реализовывать. Серьезные амбитные планы ставятся министерством перед нами. Однако, я не могу понять, в любом случае, наши районы, особенно объединенные территориальные громады, когда мы на сегодняшний день занимаемся тем, что скорочиваем, в формате скорочения админперсонала, скорочиваем социальных работников, скорочиваем службу в справах детей и не оттворяем их, на превеликий жаль, в объединенных территориальных громадах. Конституционный процесс в Украине не соответствует духу права и международным нормам. Такой вывод сделали на публичном форуме в Одессе. В мероприятии приняли участие политики, депутаты разных уровней, журналисты, эксперты, а также представители общественности со всей области. Ранее такие же форумы прошли во Львове, Житомире, Киеве, Черкасах и Запорожье. Выяснилось, что больше всего нареканий вызывают законопроекты о возможности президента назначать глав НАБУ и ГБР, об уполномоченных Верховной Раде, о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины и другие. В Одессе критику вызвала подготовка и представление в парламент конституционных изменений. Эксперты сделали акцент на нарушении процедуры и отсутствии системного подхода. На сегодняшний день те законопроекты, которые сейчас, изменения, скажем так, в Конституцию, в основной закон страны предлагаются, они в большей степени, скажем так, являются фикцией, потому что, с одной стороны, ну, например, про законодавчую инициативу, то есть изменения вносятся, что народ будет иметь возможность ее вносить, но не вносятся четкие понятия, то есть нужно будет еще дополнительно принимать закон, сколько людей должно эту инициативу проявлять, сколько тысяч, как она должна проходить. То есть на сегодняшний день это все, скажем так, декларации. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.